Я практикующий архитектор, имею опыт работы 15 лет и занимаюсь объектами наследия, но в основном специализируюсь на сакральном наследии. Гродненская область, она как бы самый малый регион Беларуси, граничит с Польской республикой и Литовской, имеет самую малую численность и самую малую площадь, но в то же время на ее территории, в связи с тем, что в межвоенный период она входила в состав Польши, сохранилось наибольшее количество сакральных объектов Беларуси. Наибольшая часть – это католические объекты. Вот красным выделена на территории Беларуси католическая конфессия, желтым – православная, зеленым – территории протестантские, где преобладают разные конфессии. На территории Гродненской области сохранилась историко-культурных ценностей. Наибольшей части, как я уже говорила, именно католические объекты. В принципе, тут видно распределение по районам. Гродненская католическая епархия занимает территорию всей области. Один из самых таких интересных объектов – это костел в Гервятах. Вот этот, вы видите, перед ним такое благоустройство, немножко даже, может, дворцовое, было создано по инициативе настоятеля этого костела. И, в принципе, потому что это деревня, как бы, это не город. То есть, в принципе, это очень привлекает. И самый, наверное, раскрученный объект нашей области из католических. И также есть, ну, деревянные объекты, я пролистаю, это часовный наклад. Очень много объектов. Вот верхний костел – это костел в Соло. Это именно межвоенного периода была создана, такая романтическая была в то время в Польше, ну, как бы, потому что это находилась на территории Польши школа архитектурная. Это тоже костел вот такие, ну, то есть… Это один из древних городов Гродненской области – Новогрудок. Сохранилась руина замка и рядом тоже древний костел фарный 15-18 веков. Там просто вот две каплички внизу, сбоку они, как бы, с левой части. Это именно 15-е века, а потом уже храм 18-го века. Вот также, как бы, есть такой проект одного из наших архитекторов, который живет в Бресте. То есть, как можно подавать руину, потому что сейчас просто руина, и перед ней стоит табличка, что это объект наследия. То есть, такая, как бы, визуальная картинка, то есть, размещать информационный стенд. То есть, как бы, когда даже турист приезжает не с группой, как бы, одиночный туризм, он видит, что, да, это, как бы, был такой объект, и это не просто руина. Также я расскажу про сотрудничество Гродненской епархии, Римской церкви, ну, с разными организациями по сохранению наследия. Как бы, можно сказать, что такой пилотный проект. В 2012 году была создана синодальная комиссия по сохранению наследия на Гродничье и сохраненном строительству. Туда входит 8 человек, 5 священников, один архитектор, я являюсь вот экспертом по архитектуре, эксперт по строительству, это, ну, представитель тоже строительной отрасли и эксперт-инженер, который, ну, выезжает на объект, смотрит и, как бы, туда предлагает какую-то программу. Также есть у нас сотрудничество с Министерством культуры национального наследия Польши. По реставрации объектов, это было несколько объектов, реализовано, я покажу еще один объект, который, вот следующий, как раз я про него расскажу, я принимала в нем участие. Это создание епархиального музея в бывшем монастыре Бригитта в Гродно. Вы видите оранжевые черепичные крыши, это костел, и рядом над полагательством бывший монастырь, и на территории вот такой интересный объект деревянный лямус, это вторая половина XVIII века. Эта хозпостройка, которая использовалась монахинями, был разработан при поддержке, опять же, Польши проект польскими специалистами, и реализация в несколько этапов вот этот вот прошлый год, когда была заменена крыша. Теперь уже о православных объектах. Гродненская область, три епархии, самая крупная Гродненская, в которой расположены три объекта, внесенные в предательный список ЮНЕСКО. Это храм XII века, XV и XVI. Верхняя епархия – это Лицкая епархия, и нижняя – это Новогрудская. На территории Новогрудской расположен такой, в принципе, довольно крупный объект паломнического туризма – Жировический монастырь. Там же располагается Жировическая семинария. Ну, вот эти три объекта. Первый объект – Цинкович, это предательный список у нас от республики. Храм в Мураванке и объект XII века с частичной консервацией XIX века. Вот видите, деревянная часть, половина – это тоже объект, которым я занимаюсь уже в течение пяти лет. Так. Ну, тут была помощь государства. Есть у нас такой президентский фонд поддержки культуры и искусства. Там идут отчисления от налогов, которые платят предприниматели, если они пользуются объектами наследия. То есть, как бы этот грант, там несколько объектов в год рассматривается, из, например, из 10-15 заявок он выделяется. Но там есть своя проблема, что нужно реализовать в тот же год. То есть, там нельзя заложить работы, которые, ну, на несколько лет. Либо разбивать их на этапы. Елена Вячеславовна, очень коротко. Да, да, стараюсь я вот уже. Вот это вот Жировический монастырь. Так. Ну, есть у нас еще иудейское наследие. Тоже. Что интересно, у нас, как бы, Гродненская синагога, она отреставрирована. Здесь находится также музей истории гродненских евреев, так как было на территории Гродно, ну, гетто во время Второй мировой войны. И, как бы, оно сочетается. Так как у нас сейчас еврейская община малочисленная, поэтому тут они решили еще и музейную функцию. Это Радонь, это такой маленький населенный пункт на западной границе с Литвой. Здесь находится могила одного из таких очень известных ученых-талмудистов Хафица Хаима. И вот, как бы, они, ну, здесь паломничество все время в день, как бы, его рождение в сентябре. И есть уже предложение от зарубежных инвесторов по строительству паломнического центра. Так, это... Елена Вячеславовна, пока вот меняются кадры, ваше отношение к принципу реставрации все-таки идентичность. Вот как вы относитесь к решению этого вопроса и насколько идентичны ваши вот эти реставрации или реконструкции? Ну, по поводу, например, объекта Каложской церкви. Так, сейчас. Ну, вы увидели, как бы, половина деревянная, половина каменная, 12-го века. Там, в принципе, мы еще к реставрации не подошли, мы ремонтировали деревянную часть, потому что была проблема. В то же время сделали благоустройство и законсервировали нижнюю часть храма, потому что, когда меняли отмостку. Именно по деревянному лямусу, который в Бригитском монастыре, ну, в принципе, мы работаем с польскими специалистами, я считаю, что, как бы, ну, они одни из лучших в плане деревянной архитектуры, потому что, вот, кто был в Малопольском, моего отца знает, у них деревянные костелы внесены в список ЮНЕСКО, то есть уже наработанная база, ну, как бы, у нас это пока, ну, утерянная, скажем так, школа вся есть. Ну, это вот мечеть, как бы, сохранить, что у нас еще есть объекты именно татарского наследия. Так как были татары приглашены в 14 веке для, как бы, как воины для князя Витов, там, для защиты границ великого княжества Литовского. Ну, это вот объекты меча. Это у нас уже есть кирха. Кирха, так как было тоже в 18 веке на королевских землях, была создана мануфактура и были приглашены именно немецкие специалисты, поэтому для них были построены дома и была построена кирха. Ну, сейчас она используется, в принципе, больше как концертный зал. Ну, и еще очень кратко, так как сейчас у нас есть две зоны безвязового въезда, это вот Гродненская и Брестская. Они привязаны к двум объектам, относящимся к всемирным наследиям. Один в приоритетном списке, Августовский канал, совместный в Польше, второй Белорусская пуща. У нас только один на территории Гродной датин Гродненский район, но мы, как бы, за счет этого у нас увеличился очень сильно туризм. Вот, ну, 80 стран, которые входят, как бы, ну, могут нас посетить. И вот за счет того, что у нас поменялась полностью инфраструктура, как бы, тут есть очень большая заслуга власти, потому что даже если есть проблемы с границей, с пересечением, очередь какая-то, то есть губернатор дает команду, чтобы Гранд Комитет, вы как бы там, ну, старайтесь быстрее работать, увеличить качество людей, то есть идет вот такая, поэтому даже Брест, у которого больше районов, он проигрывает в пять раз по безвизовым туристам. Да, там есть большая доля российских туристов, но в то же время у нас в основном мы нацелены на Польшу и на Литву. Елена Вячеславовна, больше не можем, огромное спасибо. Можно про Беларусь слушать очень долго, красивые объекты, спасибо огромное за презентацию, чудесно просто. И нацелены на то же время, и нацелены на СПО-СООЦ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...